здравствуйте целый день сегодня пытаюсь сделать видео нет ну что же это за рыба такая певучая кошмар какой-то все шумят рыбы шумят птицы у соседей шумят правда сейчас перестали по какой-то непонятной причине петь соседи сегодня шумят ладно еще 2 орхидеи так сказать любители прохлады любительницы прохлады это макселярия тонифолия целлогина крестата опять же после очень жаркого лета эти орхидеи у меня третий год вот не помню точно по моему два с половиной года макселярия тонифолия пришла маленьким таким подросткам корней там практически нет не смотрите на торопку ах простите я сегодня кого-нибудь уроню корней практически нет я ничего не убирала просто тогда перевалила из маленького горшочка вот такой вот большой не для того чтобы там разрослись корни нет она идет вверх растет вверх как известно но для того чтобы летом была какая-то атмосферная влажность и вот в этом году есть неплохой результат посмотрите очень хорошо пошли воздушные корни несмотря на то что старый псевдобульбы у нас уже все такие сморченные и очень очень много молодых вот псевдобульб макселярию тонифолию я поливаю как я уже сказала внутри в этом в этой корзиночке корни практически все мертвые я ее поливаю по псевдобульбам и вот только в этом году пошли воздушные корни то есть на чем она держалась практически на 2 3 корнях цвела она у меня два раза выдавала по одному цветочку но елена шилова вы знаете она всегда интересуется и ищет интересные сведения обнаружила вот такой интересную деталь такие орхидеи как допустим вот макселярия если у них очень маленькая куртинка там несколько псевдобульбочек то и цветение очень такое бедное кажется у променеи такое же то есть для активного бурного цветением нам нужен большой кустик ну вот сейчас более-менее все это разрослось я надеюсь на следующий год у нас будет более приятное такое более обильное цветение как я уже сказала опрыскивалась она полностью ну разумеется что-то попадала и в горшок там содержится достаточное количество влаги присутствует вернее и вот была такая помощь воздушным корням воздушных корней у нее не было были вот эти вот сухие видите вот такие вот кроющие чешуйки в этом году вот только начался рост вот такой бурных бурный корней мне очень-очень нравится что у нее так хорошо растут корни посмотрите но вот опять шум я же говорю сегодня что-то ужасное вот посмотрите находится на довольно ярком цвету не на солнце разумеется но на довольно ярком цвету но с этим у меня полный порядок с тени у меня проблемы только в некоторых местах есть там где не надо и еще целогина крестата вот это орхидея ни разу не цвела самое забавное что я ее делила несколько раз отправляла и вере в кингисеппе еще кое-кому посмотрите как она разрослась если интересно здесь попало солнце вот эти пятна это солнце разрослась очень очень сильно там кустик был намного намного меньше тем более что я его делила чего ж так кричать то самое интересное что было деленка который я целого светлане кончуре москву так вот она у меня зацвела я отправила ее на день рождения светлане уже цветущий а вот этот вот куст он ни разу у меня не цвел первый год я пользовалась одними советами второй год другими советами но ни то ни другое не привело никакому положительному результату вот у меня вот такая вот огромная тарелка с этой целогины но расставаться с ней я не хочу она мне и так нравится красивая все-таки надеюсь что в какой-то момент она у меня процветет целогина крестата у меня не цвела ни разу это единственная целогина которая у меня есть растет вот она великолепно поливается она и в данный момент очень очень обильно у нас очень жарко честно говоря на солнце стоять просто невозможно что же за рыба такая шумная я не знаю если слышно такой чмок они что не постоянно отвлекает внимание у меня поливается она очень обильно летом я уже говорила что я перешла на 111 в любом случае удобрять при таких высоких температурах как были у нас в этом году очень рискованно а вот это слабое удобрение довольно таки хорошо реагирует на него орхидеи я применяла разные две разные тактики ни одна не помогла достичь цветения живет она у меня круглый год на улице зимой на закрытой веранде летом на балконе ну пока цветение мы не видели ну вот хочу сказать что те кто боятся брать орхидеи любителей любительниц вернее прохлады так сказать не все орхидеи такие неженки как мазды валия и променея вот пожалуйста два варианта перед вами одна вообще была без корней вторая была с хорошей корневой отделить невозможно там просто канаты лето переносит неплохо я не могу сказать чтобы была какая-то проблема посмотрите все лето несмотря на жару у макселярии росли корни воздушные и это первый раз вот такие две орхидеи как я уже сказала место светлое притяненное разумеется но светлое полив летом был постоянный макселярия опрыскивалась и по псевдобульбам и в грунт если боитесь брать эти две орхидеи если у вас жаркое лето то в принципе они не боятся жары прекрасно переносит я даже не знаю показывать все орхидеи как перенесли жару сделать цикл целую ну напишите что вас интересовало какая орхидея вас интересует как они перенесли лето как они вернее переносит лето чтобы сделать из этого свои выводы покупать не покупать брать не брать выращивать не выращивать вот такие две орхидеи ну то есть полив у меня вот так примерно производится макселярию да и целоги но то же самое летом на канале брат говорит гринхаус да что же я сегодня буду есть меня все время кто-нибудь отвлекает то соседи кричат то рыбы разговаривают такая говорливая рыба попалась кошмар какой-то и он рассказывал показывал как он поливает макселярию то есть поливает полностью и и листья и псевдобульбы все но вот такая техника помогла нарастить воздушные корни хочу сказать что это производилась летом зимой я тоже ее опрыскивали правда изредка не повторяйте за мной такие эксперименты потому что у меня совершенно другие климатические условия когда вы слышите делать как я и все будет замечательно самый лучший способ попробуйте лучше на одной орхидеи у всех у нас разные климатические условия разные орхидеи в разном состоянии разная вода разный свет в общем прежде чем применять в какую-то технику подумайте обдумайте и попробуйте на одной ну на двух орхидеях если способ будет удачным тогда применяйте и на других единственное что я не добилась цветение от целлагены крестаты несмотря на то что всю зиму как я уже сказала она висит у меня как и макселярия висит на закрытий веранде где температуры до плюс пяти то есть то что требовалось полив рассказала удобрения летом было как я уже рассказала весной удобрения были абсолютно другие но опять же это было все по рекомендациям я не хочу говорить потому что рассказывать об этих рекомендаций потому что в моем случае они были неудачными почему я не показывала летом как я поливаю свои орхидеи потому что нужно было убедиться что вот такой вот способ полива будет удачным вот сейчас лето заканчивается не знаю у нас заканчивается не заканчивается плюс 32 опять как видите орхидеи до в довольно таки неплохом состоянии возможно сделаю меня просили показать как я поливаю орхидеи возможно сделаю сейчас уже когда прошло вот три жарких месяца возможно сделаю спасибо если есть какие-то вопросы пишите всегда под новым видео задавайте постараюсь ответить если видите что долго не отвечаю пишите снова пережить прежде чем задать вопросы смотрите в плейлистах видео у меня очень много возможно вы найдете то что вас интересует еще раз спасибо